В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Минувшей ночью в Аше в результате пожара пострадали три человека. Как сообщает МЧС, примерно в два часа ночи пожарным поступил вызов о том, что по улице Ленина горит частный жилой дом. Огонь охватил практически все строение. Дом площадью 360 квадратов практически полностью сгорел. Огонь затем перекинулся на соседний дом и уничтожил 70 квадратных метров. Тушили пожар практически до утра четыре пожарных расчета. Троих пострадавших, а это две женщины и один мужчина, на карете скорой помощи доставили в больницу. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания. Каргастанцы в результате чрезвычайного происшествия пострадали и за рубежом. Как сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны, в российском городе Сургуте накануне вечером в одной из станций техобслуживания произошел взрыв газового баллона. Пострадали 10 человек и трое из них – это каргастанцы. Известно, что в автомастерской устанавливали и обслуживали газовое оборудование для автомобилей. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового баллона. В результате взрыва в здании обрушилась кровля. Состояние пострадавших оценивается как среднее. Все они госпитализированы в ожоговый центр Сургута. Партия «Альянс» намерена судиться с Центризбиркомом по вопросу изменения положения о гендерной квоте при распределении депутатских мандатов. Как сообщил журналистом сопредседатель партии Мерлан Джинчуроев, комиссия накануне приняла безосновательное решение. По словам депутата, до выборов было утверждено одно положение, а после выборов его изменили, что бросает тень сомнения на итоги выборов. Напомним, накануне ЦИК утвердила списки тех, кто прошел в парламент по партийным спискам. А перед этим члены комиссии проголосовали за изменение положения о гендерной квоте. В частности, о том, что в партиях, которым полагается семь мандатов, избранными могут быть не две женщины, а три. Это изменение коснулось только партии «Альянс». И вместо Джанара Акаева по новому положению депутатом становится Токтубубу Оргалча. Такую неожиданную рокировку прокомментировал в соцсетях и сам Джанар Акаев. Он заявил, что не имеет ничего против Оргалчи, но решение ЦИКа назвал трусостью. По его мнению, положение было изменено ради одного человека. Акаев также добавил, что этот вопрос в ЦИКе пытались решить еще ночью 13 декабря. Но предложение не нашло поддержки среди большинства членов ЦИК, а накануне в итоге его протащили. Кыргызстан подал иск против канадской компании Центерра в связи с нарушением кибербезопасности и прав сотрудников на руднике Кумтор. Об этом сообщает южноафриканское издание «Майнинг Уикли». Согласно информации, в иске утверждается, что Центерра заблокировала доступ пользователей и администраторов к компьютерам Кумтора в мае этого года, незадолго до того, как правительство назначило временного внешнего управляющего на руднике. И это, как отмечает издание, побудило Госкомитет нацбезопасности республики возбудить уголовное дело против Центерры. К СКУ приложено также заявление председателя профсоюза работников Кумтора Калысбека Рыспаева. По его словам, действия Центерры продемонстрировали неуважение к законам Кыргызстана и представляют собой грубое нарушение прав и безопасности тех, кто работал на месторождении. А зачем одной больнице почти 7 тысяч веников объяснили в Минздраве? Вернее, ведомство опубликовало разъяснение директора Центра общеврачебной практики Карасуйского района Гулькаир Муратовой. Как выяснилось, 7 тысяч веников и почти 4 тысячи ведер были закуплены не для одной больницы, а практически для всех медучреждений района. Это 27 групп семейных врачей, 76 фапов и 4 филиала Центра общеврачебной практики. По словам Муратовой, на каждую медорганизацию пришлось по 5-6 веников на месяц. Отметим накануне вопросом о том, зачем нужно было столько закупать в ведере веников, задался глава Кабмина Калбек Джапаров и добавил, что будет инициировать тщательную проверку всех необоснованных и странных госзакупок. Президент Садыр Джапаров передал историческому музею подлинник дневника Джусупа Абдурахманова. Накануне в музее состоялся государственный прием в честь 30-летия независимости республики. В этом году также отмечается 120-летие со дня рождения одного из создавателей кыргызской государственности, выдающегося государственного и политического деятеля Джусупа Абдурахманова. Президент, вручая его подлинный дневник, директору музея сообщил, что ему в свою очередь дневник передали родные Джусупа Абдурахманова. По словам Джапарова, этот документ таким образом теперь входит в число ценнейших экспонатов исторического музея. Глава государства затем подвел итоги уходящего года и остановился на главных приоритетах государственной политики на ближайшие пять лет. Это рукопись является одним из важных политических документов 20 века, отражающих самые интересные и драматические страницы нашей общенациональной судьбы и будет находиться под особой охраной государства. Передаю музею также особый знак Акшумкар. В течение 30 лет народ Кыргызстана сталкивался с различными проблемами, пытаясь найти оптимальную модель развития, соответствующую национальному характеру. Были беспорядки и народные волнения, которые привели к ряду внутриполитических кризисов в государстве, включая трагедии, повлиявшие в той или иной степени на развитие страны. Вместе с тем считаю, что удалось сохранить имидж и репутацию республики, где есть активное гражданское общество, которое борется за право на достойную жизнь людей, любящих свободу. Кыргызстан ни в малейшей степени не сойдет с этого пути. Кыргызстан должен стать страной свободных граждан, которые гордятся своим прошлым, довольны сегодняшней жизнью и с оптимизмом смотрят в будущее. Как глава государства и глава исполнительной власти, я чувствую большую ответственность перед каждым гражданином за условия его жизни. Вот почему моя команда изо всех сил пытается осуществить серьезные структурные реформы в государственной системе и экономике. ЮНЕСКО рассмотрит включение всемирных игр кочевников в список лучших практик по сохранению культурного наследия. Об этом сообщает Министерство культуры. Как отмечается в эти дни, в Париже в онлайн-формате проходит 16-я сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. И всемирные игры кочевников рассматриваются в номинации «Возрождение наследия и празднование культурного разнообразия». Это первая номинация, представленная Кыргызстаном в этом списке. Всего на заседании комитета в этом году для включения в списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию рассматриваются 59 номинаций со всех стран мира, среди которых поиск и добыча трюфелей в Италии, фестиваль цветов и фруктов в Нидерландах, танцевальная драма Нора в Южном Таиланде и другие. И к этому часу пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»